Сергей Брачук, спикер Украинской добровольческой армии ЮГ. Сергей, приветствуем вас в эфире Фридом. Слава Украине, слава вооруженным силам. Здравствуйте, коллеги. Героям слава. Героям слава. Сергей, вот я, Евлаш, сказала, что Одессу снова противник выбрал как некую ключевую цель для себя. Ключевая цель, какие выгодные и преимущества может принести нашему противнику, почему так, ну, скажем так, с такой злостью и с такой жестокостью относятся к Одессе в последнее время? Ну, скажем так, что 24 февраля 2022 года Одесса окончательно поставила точку в непонятных для нас, на самом деле, спорах о том, чьим городом является Одесса. Одесса всегда была, если будет, украинской. Одесса доказала это и в 2014 году, когда русский мир хотел здесь, у нас, 2 мая, реализовать тот сценарий, который, к сожалению, удался в Донецке и в Луганске. Поэтому отсюда и такая ненависть, то, что Одесса не показала свою имперскость, как мечтали кремлевские старики. И, собственно, это, конечно, вызывает и злость, это вызывает и раздражение. Но не надо забывать о том, что Одесса является морскими воротами нашей державы, что Одесская область является очень мощным регионом, который, конечно же, вносит свою ощутимую лепту в оборону способность нашего государства, в оборону нашей страны, возможность сегодня обороняться, поддерживать вооруженные силы Украины, поддерживать украинскую экономику. Ну и, собственно, мы прекрасно понимаем, что те стратегические планы врага, которые были у него на начало полномасштабного уторжения, и, конечно же, вот этот сухопутный коридор, так называемый, который дальше должен был проходить через Херсон, Николаев, Одессу и выходить на непризнанное Приднестровье, то есть отрезать Украине выход к морю. Именно Одесса, силы обороны и юга отстояли наш город. Спасибо, благодарность, мы всегда помним, как мужественно боролся Николаев, как Херсон боролся, не пустили сюда врага в том числе, ну и, собственно, сам я действительно, о чем я уже сказал. Поэтому, действительно, враг пытается таким образом, нанося удары, а это происходит, вы видите, фактически каждый день. Мне сегодня сложно назвать, наверное, за последние несколько месяцев, те дни, когда Одесса не находилась под атаками вражеских шахедов, например, или крылатых ракет различной номенклатуры. И, собственно, сегодня баллистика. Кассетные боеприпасы были применены. Мы все видели эту ситуацию 29 апреля, когда этой кассетой, а это террор, это нарушение всех международных конвенций, нарушение всех правил ведения войны. Кассетным боеприпасом с использованием суд боеприпасов, у них уже поражающих элементов, враг покрывал именно площадь, причем это прибрежная зона, рекреационная зона нашего города, накрывал площадь, где могли, и враг точно знал, будут находиться мирные люди. И, собственно, этот удар был нанесен Искандером в территории временно оккупированного Крыма. И в ночь, на 1 мая, вы сейчас показываете эти кадры, это историческая часть города. Ну, сложно кого-то, да, видя эти кадры, обмануть, что это новострой. Это не новострой, это действительно жилые дома, там находятся люди, проживают люди, рядом учебное заведение, рядом административное здание, медицинские учреждения, то есть все то, что пострадало, то, почему был нанесен удар. И, собственно, жертвы были 29-го, и, к сожалению, и в эту ночь у нас трое погибших, трое раненые. Так вот, враг, нанося удары по Одессе, конечно же, ставит перед собой несколько целей. Главное, я уже ее немного очертил, это военно-экономический потенциал Одессы, это геополитическое, географическое место расположения нашего региона, это выходы к Черному морю. Ну и, собственно, мы говорим о том, что, говоря о терроре, что это давление, причем физическое давление, это убийство мирных граждан, для того, чтобы город, чтобы наша локация была просто непредатна для проживания, для того, чтобы у людей вызывали определенные эмоции, а эмоции прежде всего какие? Чтобы возникала паника, чтобы люди эмоционально реагировали, естественно, на то, что происходит, потому что это война и потому что необходимо вызвать у людей те эмоции, которые позволят, я думаю, что Россия об этом мечтает, каким-то образом оказывать давление на наше высшее военно-политическое руководство страны, в том числе. Ну и террор, 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 это то, что враг демонстрировал и всегда демонстрирует по отношению к Одессе. Нам не могут простить нашу украинскость, которой мы всегда гордились и будем гордиться. Вот, на мой взгляд, это основные такие очертания того, почему враг так жестоко, так жестко пытается атаковать Одессу, атакует тем оружием, которое сегодня, мы говорим о баллистике, к сожалению, мы не можем пока перехватывать, не могут перехватывать наши силы противовоздушной обороны, потому что все мы ждем, все в ожидании, вся страна, что поступят к нам зенитно-ракетные комплексы, которые будут сбивать и баллистику в том числе. Кстати, Сергей, вот это очередной показатель того, как Российская Федерация, помните эти легендарные уже высказывания, будет освобождать Одессу. Медведев очень любит это говорить. Освобождать, правда, от мирных людей, от обычных жителей, от мирной жизни. Кстати, очень показательные кадры после недавней атаки по городу Одесса. По трассе здоровья, по трассе здоровья шли люди, и именно там из-за российской атаки были и смерти, и ранения в том числе. Сергей, вот как раз давайте немножечко о военной точке зрения. Большинство ракет сбивалось над Черным морем. Это заслуга украинских систем ПВО, наших украинских военных. Но есть ли четкое понимание того, чем могут в дальнейшем наносить удары россияне, я так понимаю, с временно оккупированного Крыма? И есть ли чем эти ракеты отбивать? Потому что, как показывает практика, тактика у россиян постоянно меняется. Если раньше, помните, они наносили удары по Киеву, по Харькову, по Запорожью, по Днепру, по Одессе калибрами, то сейчас они уменьшили эти атаки и наносят исключительно баллистикой, которую намного труднее уничтожить. Есть ли понимание, что надо, чтобы пойти на опережение и уничтожать уже там, во временно оккупированном Крыму? Я хочу отметить, что Украина изначально определила стратегию для себя. И когда у нас стали появляться огневые средства поражения, то есть и ракеты в том числе, мы стали действовать на опережение. Именно работать наши силы обороны стали по уничтожению того корня зла. Мы говорим сегодня, что это пусковые установки, которые баллистические, в том числе, которые наносят удары по Одессе, по Одесскому региону. Они с территории Крыма, все локации известны. Я думаю, что вот тот, я его называю, джанкойский синдром, или пусть будет лучше, джанкойский вирус, который Россия получила в Крыму от ударов украинских вооруженных сил, сил обороны, он будет развиваться по всей территории временно оккупированного украинского полуострова. Потому что тех пусковых установок вражеских, которые сегодня работают не на защиту, ведь это системы, в том числе, противовоздушной обороны, прежде всего, они работают не на защиту неба, они работают на убийства. И когда вы говорили о локации трассы здоровья, там очень много спортивных площадок, очень много спортивных заведений, где в это время, враг это тоже знал, занимались дети. Так вот, уничтожение вот этих зенитно-ракетных комплексов, в частности, бастионов, например, которые пускают «Оникс», это тоже очень опасное вооружение. Это то, что поможет нам уменьшить угрозы для Одессы. Плюс защита систем, ну, Петри, вот понятно, это у всех то, что на слуху, или итальянский аналог «Самте». Это все понятно. Но главное, мне кажется, в этой борьбе все-таки действительно уничтожать вот эти пусковые установки, которые, как орудие убийства, работают по принципу «земля-земля». То есть ракета выпускается из земли, летит в Одессу, летит в другие регионы, мы сегодня говорим о юге нашей страны, и летят для того, чтобы в жилых кварталах убивать мирных граждан, мирных украинских граждан, взрослых, стариков, женщин, детей. И, собственно, вот эта работа по Крыму, демилитаризация Крыма, я думаю, что она будет активизирована. Не зря говорят, что Крыму все начиналось, Крыму должно и закончиться. Вполне вероятно, что это будет даже немножечко раньше, чем мы себе предполагаем. Поэтому Украина сегодня, находясь в активной обороне на всей линии фронта, начиная от севера и заканчивая там Херсонским, Запорожским направлением, тем не менее, демонстрирует, ну, я бы назвал, элементы наступательных действий не только в Черном море, но и нанося удары по территории временно оккупированного Крыма. Не просто по территории Крыма, как это делают враги, нанося удары по Одессе, а именно по российским военным объектам. Сегодня, в частности, мы говорим, что это аэродромы, но самое главное — это системы, зенитно-ракетные комплексы, которые бьют по мирным гражданам. Я думаю, что это не анонс, это целенаправленная работа. Мы будем все больше и больше узнавать позитивных новостей именно в этом плане. Они стреляют баллистикой. Я думаю, что баллистику в ответ они скоро получат в том числе. Сергей, вот вы говорите, что мы прекрасно понимаем, откуда, собственно, идет это нападение на мирные города Украины. Украина упомянула в Крыму определенные места сосредоточения. Ну, Крым — это Украина, к сожалению, временно оккупированная территория России, но, тем не менее, это Украина. А вот что касается территории самой России, мест сосредоточения техники, ведь здесь действительно можно достичь двух целей. Во-первых, уничтожить технику врага и уменьшить его возможности. Ну и, в принципе, я думаю, что когда что-то взрывается даже на военных базах, на местах сосредоточения, в принципе, в России становится понятно, что война, которую начала Россия, не спровоцированная, мимо самой России едва ли пройдет. Когда мы говорим о территории Российской Федерации, когда бункерный фюрер кричит о создании серых санитарных зон, имея в виду, конечно же, территорию нашей страны, то мы сегодня можем предполагать, что вот эти серые зоны как раз появятся, например, на определенной глубине территории Курской, Брянской, Белгородской и других областей Российской Федерации. Это не, знаете, там какое-то бахварство с нашей стороны, это необходимая мера, которая предполагает демилитаризацию, по крайней мере, вот этих регионов, чтобы не угрожали нашему Харькову, не угрожали нашему Чернигову, если мы говорим о Севере, не угрожали нашим Сумам, ну и, собственно, по всей линии фронта. И абсолютно верно, что сегодня удары будут наноситься и наносятся Украиной с использованием различных, в том числе, например, беспилотников по ресурсу российской армии, российского зла. Это в том числе, например, нефтеперерабатывающие заводы, когда цены за эту неделю, например, на дизельное топливо в России изменились и выросли на 10%. Это только начало. Мы говорим о других ресурсных базах, мы говорим именно о военных заводах. Это тот ресурс, который продолжает войну, который подпитывает войну, и Украина демонстрирует, что она будет бить по этому ресурсу, уменьшать этот ресурс, что приведет, конечно же, к позитивным результатам. Не все, наверное, сразу, да так не может быть. У нас нет сегодня волшебной палочки, ее не будет и завтра, но в любом случае вот эти удары, они для нас являются большим позитивом, они, опять-таки, ослабляют и ресурсы врага. Ну, а что касается использования, например, нашего оружия, которое приходит у новых пакеток помощи от Соединенных Штатов, от наших европейских коллег и партнеров, союзников, то, наверное, главное сегодня, чтобы вот те резервы российской армии, личный состав, обученные, не обученные, тут не об этом сейчас речь, техника, там, легкая бронированная техника, там, тяжелая техника, не доходили даже до фронта, то есть они должны уничтожаться. Почему мы говорим о дальнобойной силе Украины, об этом, кстати, говорил президент, что это должно быть на территории Российской Федерации, чтобы эта армада даже не появлялась возле нашей границы, тем более не появлялась на линии фронта. И тогда мы будем и сможем говорить о том, что результатов мы достигаем и можем говорить о дальнейшем продвижении по освобождению наших территорий. Но сегодня главная стабилизация фронта. Это то, на что нацелены сегодня все наши усилия, усилия партнеров и союзников. Сергей, и на завершение также, видя, как сейчас Российская Федерация, российские оккупанты пытаются максимум усилий давить и на Часофьяр, и в целом на Донецком направлении. Кстати, я вот акцентировал внимание даже на том, что даже увеличилась ежедневная отчетность от Генштаба Вооруженных сил Украины по количеству ликвидированных российских оккупантов. Уже более тысячи, 1200-1300 ежедневно. Это говорит, в свою очередь, о массовости. Но можно ли понять, а где же для россиян красная линия? Не для военного руководства, а для военных. Для российских военных, когда уже все, уже видно, что уже достают, откуда только не можно этих военных, мобилизованных и так далее. Вы видите с военной точки зрения вот эту красную линию, после которой уже россияне могут остановиться? Эта красная линия появится на территории Российской Федерации. Потому что, если вы говорите о так называемых офицерах российской армии, то отправляя на убой своих солдатов, у них нет ни чести, ни совести. Они только наживаются, в том числе на войне. Этих случаев очень много. Поэтому красные линии должны появляться в каждой деревне, в каждом районе России, особенно в крупных городах. И когда их захлестнет и мобилизация, и увеличится поток, абсолютно верно вы обратили внимание, на количество уничтоженных оккупантов на протяжении каждых суток, то тогда, ну и плюс уничтоженные ресурсы. Я не зря сказал о перерабатывающих заводах, увеличении цен. Когда дефицит яиц в России покажется просто какой-то маной небесной. Поэтому бить по ресурсу. Ресурс должен исчезать. И придет то время, когда, я не говорю о том, что будут голодные Будды, но что-то похожее на то вполне может быть. — Сергей, благодарим вас за то, что вы присоединились к эфиру «Фридом». — Спасибо вам. Тихой вечер. — И вам тихой вечер. Благодарим вас. Спикер Украинской добровольческой армии «Юг» был с нами на связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале «Фридом». «Фридом» — только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.